Обязательно повесьте шторы blackout. Мой вам совет для сохранения здоровья, для долголетия и для нормальной работы, в общем-то, вашей гормональной системы. Почему? Здесь задействован гормон мелатонин, который истощается с возрастом и который очень любит, когда мы рано ложимся спать и спим в темноте, и минимальная его активность утром. Что получается, когда мы с вами постоянно в джетлагах, когда мы часто меняем широту, например, куда мы летим в отпуск, по работе, по каким-то делам, мы истощаем свои запасы мелатонина. И мелатонин мало того, что сохраняет нашу молодость, он еще является и онкопротектором, он защищает от онкологии. Последние исследования показывают, что дефицит мелатонина или его недостаточный синтез, если вы не спите в полностью темной комнате, приводит у предрасположенных лиц к инсульту и риск этот повышен аж на 40%. Будьте внимательны. Поэтому, если вы тем более плохо спите, пожалуйста, шторы, блэкаут, убирайте всякие подсветки электронные, когда у вас там по полу свет горит вдоль плинтуса, электронный циферблат у будильников часов. Также занавешивайте окна, если попадает свет фар, например, от машин, рекламные вывески, фонари уличные. Все это надо убрать. Если не получается, одевайте самолетные очки. Все это есть в продаже. Поэтому будьте внимательны. Даже если вы ногу высунули или руку из-под одеяла и на них попал утром солнечный свет, то мелатонин уже прекращает вырабатываться. Ну и, естественно, мелатониновая терапия – это совместительная гормональная терапия. И после 60 лет ее, в общем-то, многим непрерывным курсом назначает. Но есть одно но. В нашем собственном теле гораздо больше ежесуточно вырабатывается мелатонина, чем вы принимаете. Поэтому чаще всего это может быть как плацебоэффект. Или же это приводит потом, вы длительно применяете мелатонин к инверсии сна. То есть еще хуже становится. Поэтому будьте внимательны и без консультации специалиста мелатонин принимать можно, пожалуй, только две недели, а в связи со сменой часовых поясов. Причем принимается он строго в одно и то же время.